здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу предложить вам мастер-класс как изготовить вот такие серьги вот такое чудо интересное тогда приступим к работе для этой работы нам потребуется бисер разных сортов разной величины вот это бисер у меня китайский он не никакие рукоделие не подойдет потому что он неровный а вот для таких сережек самое то так вот нужно сделать вот такую заготовочку я взяла из бумаги примерно вырезала как у яхт какую хочу форму теперь значит взяла плотную ткань можно кусочек фетра что и мне фетра не нашлось я вот от старой сумки клочок отрвала отрезала вот сейчас надо вырезать эту нашу форму наших будущих сережек сразу вырезаю вторую вот так для формы сейчас делаем рис все оставляю так теперь берем разный бисер ну крупные здесь лежат берем иголочку и в хаотичном порядке начинаем заполнять наши формы при этом нужно немножко отступать от края по самому краю пришивать не надо потому что будет обработка уже бисером готового изделия и нужно за что-то зацепиться и немножко миллиметра 2 нужно отступить атака везде и здесь по краю и тут ниточку я удела длинную чтоб не сразу хватило всю сережку не конечник нижний конец можно привязать уже и вот так плотненько все обшиваем вот так получается решила и патичном порядке у кого что есть можно бусины пришивать стразы пришивать не продолжаем по всей поверхности дальше покажу что будем делать вот такая интересная штучка у нас получилось обшита разным бисером точно также нужно сделать и вторую чтобы как две сережки было а это пока продолжаем делать вот изнанка получается здесь сплошные нитки сейчас нужно пришить к основанию вот такой штифт это из фурнитуры по бисероплетению для используется для украшений вот сейчас мы его пришьем и потом советую когда все сделаем уже петельку можно сделать хотя эту петельку можно сделать и сразу так давайте-ка мы сделаем эту петельку сразу потом вдруг и не получится вот откусываем нужную мандрину загибаем вот такая петелька у нас получилась наденем швензу это чтобы посмотреть проект как правильный нам пришить вот такая петелька должна быть в одной плоскости все таки правильнее сейчас мы эту петельку просто пришьем пока мы эту швензу она нам мешает она нам мешает путает нитки вот так вот вот так вот вот все пришили мы наш крючок теперь берем клочок кожи я как у меня вот искусственная кожа и делаем подклад вырезаем по этому шаблончику две заготовочки вот вырезала я шаблончик заготовочку вот тут у меня еще две лежат на следующие еще на одну трешку в сторонку теперь что мы делаем мы берем клей момент у меня в марафона буду наносим плотненько наше изделие эту кожаную прикрепляем все плотно прикрепляем даем немного подсохнуть так после того как у нас просохла заготовочка не она долго сохла просто положила своими делами занималась значит когда просохнет уже все будет нигде ничего ножничками ровненько все подрезаем чтобы было но были края более-менее ровно и потом обшиваем край бисером но обшивает каждая рукодельница по-своему у каждого свой метод тут очень-очень много вариантов обшивки у меня такой способ значит набираю ползла бисеринку кожа немного толстовата потом прохожу снова в бисеринку она плотно легла плотно притягиваем вот получается вот этим методом пришивается нижний край становится он более ровным и здесь красиво смотрится снова набираем продеваем этот еще узел попался стала убирать его ладно протяну бисеринку снова подтягиваем и продолжаем здесь вшиваем и внутри вот я закончила деть вот такие оригинальные сережки посмотрите что получилось думаю если кому понравится кто умеет работать с бисером тот может повторить мой опыт всем пока